В рамках еженедельного большого рабочего совещания в администрации Северского района провели заседание комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. Несмотря на то, что на улице плюсовая температура, зима, кажется, не желает приходить на Кубань, рассмотрели вопрос обеспечения безопасности на водных объектах района в зимний период. Тепло пока и в домах жителей черноморского поселения, но срок договора с теплоснабжающей компанией стекает 31 декабря этого года. Больше в Черноморском задерживаться они не хотят. «ТЭК не имеет намерения в правлении данного договора, так как эксплуатация теплового корпуса черноморского городского поселения по ранее заключенному договору в 2022 году показала свою убыточность». Как оказалось, для главы поселения это не стало сюрпризом. Однако о своих дальнейших шагах по решению проблемы Владимир Жигулин рассказал очень завуалированно. «Кого мы тогда возьмем? Никого. Если никто не согласился на это, как бы, снабжать теплом, хотя и новые котельные. Неправда. Были организации, которые изъявляли желание заниматься поставкой тепла. Вы же не пустили даже на котельные. Вы же не пустили даже объекты посмотреть». Поселения и район теперь в кратчайшие сроки должны решить сложнейший вопрос, от которого в прямом смысле слова будет зависеть погода в домах жителей городского поселения. О реализации регионального проекта патриотического воспитания молодежи из Северского района в своем докладе рассказала начальник управления по молодежной политике Мария Слюсарева. В этом году для подростков провели 216 мероприятий гражданско-патриотической и военно-спортивной направленности. Вовлечено в них более 22 тысяч человек. Руководитель муниципалитета поднял вопрос модернизации районного молодежного лагеря в поселке Мирный. Ежегодно его посещают несколько тысяч ребят, участвующих в форумах. В скором времени он должен стать не просто форумной площадкой, а полноценным палаточным лагерем. Самый дорогой и близкий человек, который любит искренней любовью. Человек, без которого не было бы жизни. Это мама. В администрации Северского района состоялся торжественный прием в честь прекрасного праздника – Дня матери. Заслуженных мам района поздравили глава Андрей Дорошевский и председатель совета Владимир Захарченко. Я вас всех поздравляю с вами, матери. Желаю, чтобы в вашей семье был мир, доброта, уют, счастье. Я хочу от души пожелать вам тоже благополучия, здоровья вам, вашим семьям, чтобы ваши дети, ваши мужья вас радовали, вдохновляли. Всего самого доброго, пусть бережет вас Бог. Встреча прошла в теплой и дружеской атмосфере за чашкой чая. В актовом зале устроили настоящий концерт. Несмотря на юный возраст, участники творческих коллективов и солисты со своей задачей справились на отлично, подарив гостям праздничное настроение. Мама и дочка, они так похожи. Мама и дочка, декабрь и солнце. Детство в воле уходит и все же. Сердце любовь нам всегда остается. Эти женщины успешно выполняют самую сложную и ответственную женскую миссию – быть мамой. При этом они еще и успешные специалисты и руководители, которые трудятся в различных сферах и активно участвуют в общественной жизни района. Виновницы торжества взяли ответное слово, поблагодарив администрацию за внимание и неравнодушие. Хочу поблагодарить наш северский район за то, что когда была трудная жизненная ситуация, нас не оставило ни одно ведомство. Спасибо огромное вам за то, что вы делаете для красивых женщин, для самого лучшего создания Всевышнего. Я желаю всем огромной счастливой жизни и любви. Всем. И мужчинам, и женщинам. Благодарю вас. Ну и, конечно, не обошлось без цветов и приятных подарков. Их вручили всем участницам приема. В администрации Северского района подписали самое крупное инвестиционное соглашение за всю историю. На территории Ильского городского поселения генеральный директор открытого акционерного общества «Мир ягод номер один» Сергей Шелестов планирует организовать производство ягод и саженцев премиум-класса с использованием технологии закрытого грунта. Объем инвестиций составит 1,4 миллиарда рублей. Цель проекта – полное импортозамещение в сфере выращивания ягодных культур – от посадочного материала до получения самих ягод. Реализовать проект планируется до 2028 года. При этом возникнет 140 новых рабочих мест. Глава района пожелал успехов в достижении поставленных целей и пообещал содействие в решении проблемных вопросов на стадии реализации проекта. Глава района Андрей Дорошевский вместе с депутатом законодательного собрания «Края» Сергеем Орленко посетили школу номер 36 станицы Новодмитриевской. Учреждение достойно несет имя Андрея Кравченко – полного кавалера Ордена Славы и старшего сержанта гвардии. Выпускники школы участвуют в специальной военной операции, в том числе и по доброй воле. А ученики с педагогами активно собирают гуманитарную помощь. Собрали наши Новодмитриевские, по-моему, немножко с Новознамерского и Северские вместе носила. В этом году в школе открыли ресурсный центр «Точка роста». А благодаря региональному проекту «Цифровая образовательная среда» получили новое оборудование. 31 ноутбук, 3 интерактивные панели, 3 видеокамеры и 1 МФУ. Кстати, здесь ребята занимаются не только основными предметами, но и готовятся к экзаменам. Сейчас у учеников 9 класса подготовка к математике. И новое оборудование здорово помогает. Здесь у нас варианты разобраны. Сейчас мы готовимся, разбираем варианты. Вообще есть ещё у нас доска, слюбы, чертежи. Всё быстренько убрал, можно загружать готовые файлы. Изменения есть не только внутри, но и снаружи. Выполнили капремонт ограждения. Есть у руководства школы и ещё одно желание – открыть рядом спортивную площадку, на которой смогли бы заниматься не только ученики, но и жители станицы. Посетили и сад номер 35 посёлка Афибского. Здесь по поручению главы района отремонтировали теневые навесы. На ремонт теневиков выделили более полутора миллионов рублей из местного бюджета, а также около 600 тысяч рублей из внебюджетных источников. Здесь будут обитать четыре группы. Здесь подготовительный возраст, там младший возраст, здесь средний и там старший. А что было в теневом раздево? Здесь был залит пол, кондаймент, постелен, линолеум, оббито новой вагонкой и обшит снаружи профиль. Сейчас оснащению и ремонту образовательных учреждений Северского района уделяют особое внимание. Каждый сад и школа должен быть укомплектован всем необходимым для удобства и комфорта детей. Ход ремонта амбулатории в станице Новодмитриевской проверил глава района Андрей Дорошевский. С момента последнего визита здесь многое изменилось. Стены оштукатурили и приступили к покраске. На финишной прямой – обустройство полов и потолков. Закончили устанавливать двери и окна. Работа кипит не только внутри здания, но и снаружи. Продолжается облицовка фасада. Полным ходом идёт благоустройство прилегающей территории и установка нового ограждения. В амбулатории будут проводить приём педиатр, терапевт и гинеколог. Также здесь расположится дневной стационар. После ремонта жители Новодмитриевской смогут получать качественную первичную медицинскую помощь в нормальных условиях с использованием современного оборудования.